В северо-казахстанской области столбики термометра поднимаются все выше и выше. В связи с этим в регионе значительно увеличились случаи пожаров. А также люди массово выезжают на природу, чтобы провести досуг на свежем воздухе. Чаще всего это несанкционированные места отдыха, которые не предназначены для купания. И, как правило, жители чаще всего забывают о правилах безопасности на водоемах. Только за прошедшие выходные вследствие чрезвычайных ситуаций на воде утонули 4 человека. Подробности далее. С 28 июня по 4 июля в северо-казахстанской области утонули 4 человека. Все взрослые. Это в Таиншинском, Габита Мусрепово и Сильском и Аиртауском районах. Накануне, спасая внука, утонул таксист. Несчастный случай произошел вечером 1 июля вблизи села Неженко района имени Габита Мусрепова. Поиски тела продолжались около суток. Мужчину нашли вечером 2 июля в 19 часов 45 минут. С начала летнего периода на территории нашей области наблюдалось значительное повышение температуры воздуха. И, как следствие, все при первой же возможности отправились отдыхать. В том числе на водоемы, которые не приспособлены для отдыха. Только за прошедшие выходные на территории Северо-казахстанской области утонули 4 человека. Всего с начала года на территории Северо-казахстанской области утонуло 14 человек, из которых трое детей. Все случаи гибели людей произошли на несанкционированных местах купания. От лесных пожаров страдают в основном сельские районы области. Это Аиртауский, Таиншинский, Козлужарский, Мамлюцкий, Махжана-Жумабаева и Акаинские районы. С начала пожароопасного периода их зафиксировано 24, а степных возгораний – 6, 4 из которых за прошедшие выходные. Также за этот период горожане наблюдали распространение дымки. Как объясняют специалисты, это последствия 16 пожаров на территории Российской Федерации. К слову, на границе с Северо-казахстанской областью их было 3. В данный момент пожары потушены. То есть обстановка находится под контролем, она стабилизировалась. Но нужно сказать, что, конечно, часть отчасти это расследуется, то есть причины пожаров. Но, тем не менее, известно, что было неосторожное обращение с огнем. В ряде случаев. И были грозы. То есть из-за разрядов молний происходили пожары в этом случае. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям в Северо-казахстанской области предупреждают об опасности и настоятельно рекомендуют соблюдать все правила пожарной безопасности. Мадина Нуркина, Раимбек Бегужаев, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова